Соратники назвали Немцова жертвой нагнетания ненависти к пятой колонне. Логотип. Соратники назвали Немцова жертвой нагнетания ненависти к пятой колонне. Ройтарс. Великобритания. Ройтарс Сэгэй Капюкин. Москва. Соратники убитого в центре Москвы Бориса Немцова назвали яростного критика властей жертвой нагнетания ненависти в обществе со стороны Кремля, который обещает расследовать самое громкое политическое убийство в России за 15 лет правления Владимира Путина. Президент направил соболезнования матери погибшего, назвав случившееся подлым и циничным убийством и пообещав сделать все, чтобы организаторы и исполнители понесли заслуженное наказание. Кремль назвал жестоким и провокационным расстрел Немцова, который не стеснялся в выражениях, обвиняя Путина в узурпации власти, коррупции и развязывании войны на Украине. Соратник Немцова по правительству, реформатор Анатолий Чубайс увязал преступления с общей атмосферой в России. В стране создан спрос на агрессию. Если всего несколько дней назад здесь, в нашем городе, люди идут с плакатом «Добим пятую колонну», а сегодня убивают Немцова, давайте задумаемся, что произойдет завтра, сказал он в субботу на месте гибели Немцова. Немцов был одним из организаторов антипутинского марша, который оппозиция планировала на воскресенье, по согласованию с мэрией, на окраине Москвы. После гибели политика его соратники добились разрешения провести траурное шествие в центре столицы. Похороны назначены на вторник, 3 марта. В субботу тысячи людей несли цветы к месту гибели 55-летнего Немцова на Большом Москворецком мосту. Я ночью испытала шок. Я Немцова помню с начала 90-х, а это человек, который сопровождал всю мою жизнь здесь, в России, гражданскую жизнь, плача, рассказала 45-летняя работница издательства Татьяна, пришедшая возложить цветы. По-моему, точка невозврата пройдена. Дальше только сценарий Украины или я даже уже не знаю, чего. Люди усыпали мост цветами и несли на место гибели свечи и листы бумаги с надписями «Мы все, немцов», отсылающие к недавней трагедии в Париже, где исламистские боевики расстреляли французских карикатуристов. За несколько часов до гибели немцов выдал новую порцию острой критики в адрес Кремля, дав интервью популярным российской и украинской радиостанциям и высказавшись на злобу дня в собственном блоге. Путин аннексировал Крым, а сейчас отдает китайцам Сибирь. Всех переиграл, написал он в ответ на сообщения властей о том, что испытывающая нужду в инвестициях на фоне рекордного оттока капитала Россия задумалась о передаче Китаю контроля в нефтегазовых месторождениях. С прицелом на Кремль, немцов, физик по образованию, ворвался в российскую политику на волне разгрома путча ГКЧП, пытавшегося продлить существование СССР. Первый президент России Борис Ельцин в ноябре 1991 года назначил молодого либерала губернатором Нижегородской области, ставший витриной рыночных реформ. Ельцин не скрывал благоволения ставшему любимцем прессу-политику и, по рассказам его окружения, задумывался о том, чтобы немцов сменил его в кресле президента. Он подвинул немцова ближе к себе по карьерной лестнице, назначив первым вице-премьером, однако его реформаторская активность, трения с мощными тогда региональными элитами и необдуманные популистские заявления подорвали первоначальную популярность. Перебрав нескольких кандидатов в преемники, Ельцин остановил выбор на выходце из КГБ Путине. Критики сочли убийство немцова результатом сложившейся в обществе атмосферы, в которой оппонентов Кремля государственные пропагандисты изображают врагами, заслуживающими преследования. Сопредседатель оппозиционной партии РПР Парнас и депутат Ярославской областной думы немцов получил четыре пули в сотни метров от Кремливской стены, в районе, обычно переполненном сотрудниками служб безопасности. Следственный комитет заявил, что неизвестный произвел из машины не менее шести выстрелов в немцова, когда тот шел по мосту с девушкой. Это ужас какой-то. В центре Москвы, у Кремлевской стены лидер оппозиции убит, сказал соратник Немцова, бывший премьер-министр Михаил Касьянов. К чему пришла Российская Федерация? Могли бы мы еще вчера подумать об этом, представить такое? Не могли. Катимся в пропасть. Агрессия растет. Сначала украинская кампания и Кремль не препятствуют всплеску общественной агрессии в адрес сторонников либеральных идей, созданная близкими власти активистами. Движение «Антимайдан» за неделю до убийства Немцова беспрепятственно провело в центре Москвы шествие под антиукраинскими и антиамериканскими лозунгами и потребовало, среди прочего, зачистки пятой колонны, критиков власти в России. Гигантские карикатуры на Немцова, Касьянова и других появлялись в центре столицы других городов, снабженные уничижительными характеристиками. В путинской атмосфере ненависти и насилия, в России и за ее границами, кровопролития есть необходимые условия проявления лояльности, написал в своем твиттере уехавший на запад критик Кремля, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Отдавал ли Путин приказ убить Бориса Немцова, не имеет значения. Это о путинской диктатуре. О его круглосуточной пропаганде о врагах государства. В декабре 2014 в ходе общения с прессой в прямом эфире Путин разделил своих критиков на патриотов и представителей предательской пятой колонны, являющихся инструментами Запада и проводниками чуждых политических целей. Он отмел упрек в расколе общества с помощью подобной терминологии, но пообещал быть аккуратнее в высказываниях. Термин «пятая колонна», ставший нарицательным после гражданской войны в Испании в 1930-х, в новом веке подняли на щит в России лоялиста Кремля, в чем их противники усмотрели сходство с практиками фашистских режимов. Ему плескали в лицо нашатырным спиртом. Ему сбрасывали прямо на крышу автомобиля унитаз. Кто? Путинский халуи, написал укрывшийся на Западе популярный блогер Альфред Кох, в 1990-е курировавший в российском правительстве приватизацию. Ему каждый день сыпались угрозы. Немцов осуждал аннексию России Крыма и хвалил санкции, введенные США и ЕС. Он присоединился к обвинениям Запада, которые называют ложью утверждения Москвы о том, что она не помогает пророссийским повстанцам на востоке Украины, где бой с украинскими силами унесли менее чем за год более 5700 жизней, военными, оружием и деньгами. Оппозиции не удалось повредить популярности Путина, чьи рейтинги на фоне присоединения Крыма и последующих событий взлетели до рекордных значений, несмотря на то, что россияне ощущают болезненность западных экономических санкций, а также падение цен на нефть и неэффективного государственного управления. За полмесяца до гибели в интервью изданию собеседник Немцов утвердительно ответил на вопрос, опасается ли он покушения со стороны Путина и сказал, что относится к президенту хуже некуда. Послание это надо расшифровывать так, критикуешь Кремль, умрешь под стенами Кремля, сказала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Черякова, которую цитирует Deutsche Welle в поиске убийц. Запад потребовал от Москвы всестороннего расследования. Президент США Барак Обама осудил зверское убийство Немцова и призвал Москву ко всестороннему расследованию. В лице Немцова россияне потеряли одного из наиболее преданных и яростных защитников их прав, сказал Обама. Немцов был неутомимым защитником своей страны, добивавшимся для соотечественников россиян тех прав, которые принадлежат всем людям, заявил президент США. Канцлер Германии Ангела Меркель шокирована вероломным убийством, говорится в заявлении ее администрации. Меркель призвала Путина гарантировать, что убийство будет раскрыто и виновные предстанут перед судом. Глава немецкого МИДа Франк Вальтерштейнмайер добавил, что в лице Немцова Россия потеряла политика, который был готов взять ответственность за страну. Президент Украины Петр Порошенко сказал, что встречался с Немцовым пару недель назад и выразил уверенность, что за его убийством стоит кто-то, кто очень боится анонсированного Немцовым доклада о роли российской армии в военном конфликте в соседней стране. Кремль отрицал публичное обвинение в коррупции и незаконном обогащении Путина и других высокопоставленных лиц, прозвучавшие в книге Немцова «Путин. Коррупция». Преданные Путину политики выразили скор по поводу убийства Немцова. Премьер-министр Дмитрий Медведев написал, что потрясен жестоким, циничным убийством и назвал Немцова одними самых талантливых политиков периода демократических преобразований в нашей стране. Вице-спикер Госдумы Эдена Рос Сергей Неверов назвал случившееся дерзким преступлением и пообещал, что депутаты будут внимательно следить за ходом расследования, а преступники будут найдены и понесут соответствующее наказание. Лидер Чечни Рамзан Кадыров усмотрел за убийством руку западных спецслужб. Путин обещал привлечь к суду убийцу оппозиционной журналистки Анны Политковской, которая была застрелена в подъезде своего дома в Москве в день рождения президента в 2006 году, однако заказчик преступления не найден. Следственный комитет, которым руководит однокурсник Путина Александр Бастрыкин, поддержал гипотезу Кремля и рассматривает провокацию для дестабилизации политической обстановки как одну из версий, наряду с исламско-экстремистским следом и версией, связанной с внутриукраинскими событиями. Следователей высмеял двоюродный брат Немцова Игорь Эйдман. Все более популярной становится версия, что Немцова убили какие-то экстремисты и националисты, черносотенцы, бойцы ДНР и тому подобное. Друзья, а вы что, дети? Не знаете, что все наши экстремисты находятся под колпаком и полным контролем ФСБ? Написал социолог и политический активист в своем Фейсбуке. Популярный блогер и эксперт в области свободы прессы Игорь Яковенко назвал Немцова личным врагом Путина и напомнил, что российский лидер в бытность премьер-министром заявил по телевидению в 2010 году, что Немцов и Борис Березовский, а также еще ряд вставших на оппозиционную тропу бывших высокопоставленных чиновников в 1990-е поураганили и утащили немало миллиардов, после чего стали мстить за то, что новые власти их от кормушки оттащили. После этого Московский суд отказал Немцову и другим перечисленным Путиным политикам в выиске о защите честы и достоинства. Финансист и политик Березовский, которого в бытность президентом Бориса Ельцина Пресса называла серым кардиналом Кремля, стоял за спиной Путина, когда тот пришел во власть, но позже стал его жестким критиком и в 2000 году сбежал в Великобританию. В марте 2013 Березовский был найден в своем особняке недалеко от Лондона на полу ванной с повязкой вокруг шеи, умершем от удушья при обстоятельствах, которые британские власти назвали необъяснимыми. Оригинал публикации ru.reuters.com опубликована 28 февраля 2015 года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова